В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий. К этому часу журналисты информационной службы и я Татьяна Сарнацкая. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске вы увидите. Благоустройство Греческого парка может сделать невозможным восстановление Нижнего сада Баранцовской усадьбы. Уникальная плитка на пересечении улиц Пушкинской и Лонжероновской пришла в полную негодность. Привести в порядок детскую площадку на территории Прохоровского сквера у местного ЖКС и районной администрации руки не доходят. Двенадцать футбольных болельщиков задержала полиция за хулиганство в парке Шевченко после матча Киевского Динамо и Донецкого Шахтера. Уникальная плитка на пересечении улиц Пушкинской и Лонжероновской пришла в полную негодность. Речь идет о клинкерной брусчатке желтого цвета, которая была уложена рядом с нынешним археологическим музеем еще 150 лет назад. Вот этому камню желтого цвета уже более 150 лет. Между тем это не совсем камень, вернее искусственный камень. Клинкерная брусчатка, сделанная из специальной глины с помощью обжига. Технология, которая применялась несколько веков назад и которую попытались применить в Одессе времен ее зарождения. Об этом кусочке мостовой в нашем городе до сих пор ходят легенды. Я когда-то слышал, что эта дорога, значит вот эти камни, они были по заказу то ли Екатерины, то ли другой царицы сделаны, вы понимаете. И стоило чуть ли не миллион царских рублей. Поэтому хотели всю Пушкинскую сделать, вот такую вот. И сами понимаете, финансовые затруднения бывают в любые времена. Вот такие вот дела. Что вы скажете за то, как оно выглядит сейчас? Выглядит оно сейчас, я вам скажу прямо, прямо я вам скажу, не так, как тогда, когда ее построили. Вот. Но я не знаю, или сейчас есть средства и вообще технологии для восстановления вот этого покрытия. То, что фактически начали укладывать эту плитку сначала Пушкинской, я так понимаю, изначально была затея уложить этой плиткой всю Пушкинскую. Ну, она так оказалась и не реализованной. Но вот именно этот участок, он очень интересно смотрелся, потому что вот этот клинкерный камень, так называемый, он достаточно сильно отличается от обычной гранитной брусчатки. И тем более он сильно отличается от плитки, которую сейчас повсеместно используют. Во-первых, этот камень, он другого цвета, он желтого цвета. Во-вторых, он имеет такие красивые, как бы немножко резные края. И в-третьих, он очень красиво смотрится. Хотя и скользкий, конечно, но это такая вот была изюминка, изюминка Одессы. Итак, плитка эта благополучно пролежала 150 лет и была, несмотря на вековой возраст, вполне себе ничего. Была до тех пор, пока по этому отрезку не стал ездить большегрузный транспорт при проведении так называемого благоустройства парка Стамбульский. Что касается повреждений, действительно, внешне плитка достаточно толстая, как бы широкая и, казалось бы, такая же прочная, как и гранитная брусчатка. Но на самом деле это не так, потому что вот эта глазурь, она имеет свойство такое скалываться. И сама плитка, сам клинкерный камень, поскольку он изготовлен из глины, хоть и разогретый и так далее, он тоже может раскалываться. То есть он хрупкий, скажем так. Именно поэтому все те строительные работы или любые работы ремонтные, которые проводятся, необходимо рассчитывать нагрузки на уникальное историческое покрытие. Поскольку, насколько я понимаю, она пострадала во время строительства в так называемом Стамбульском парке. То есть полтора века по этой плитке боялись даже ходить. И только при нынешней власти поворот в сторону мэрии стал обычной дорогой для транспорта. Мало того, что была убита плитка у памятника Пушкину и до сих пор о ее ремонте ничего не слышно, так еще и пострадала уникальная клинкерная брусчатка, восстановить которую практически невозможно. Более того, это ошибки, которые, ну это не ошибки, это просто преступления, я считаю, которые мы наблюдаем раз за разом. Это и при, собственно, сооружении реконструкции так называемого Стамбульского парка и во время строительства летнего театра в Горсаду. Там также полностью подавили, пораздавливали всю плитку, восстановили небольшой участок и никому до этого дела нет. На самом деле все делается совсем по-другому. Если есть необходимость техники заезжать, значит укладываются настилы, значит организуется перекрытие для того, чтобы обезопасить проход граждан и так далее. И по этим настилам уже техника может свободно заезжать. В конце концов есть техника с меньшим давлением на покрытие, но поскольку все делается с тройной рентабельностью, деньги воруются и в мэрии это обычная история, этого, конечно же, никто не делал. Так что одесситы могут распрощаться с еще одной достопримечательностью, благополучно уничтоженной нынешними городскими властями в погоне за дешевым благоустройством. В Одессе продолжаются работы по так называемому благоустройству греческого парка. Как заявили в мэрии, их планируют закончить ко дню города. Однако при проведении работ уже страдают зеленые насаждения. И самое главное, при строительстве парка может быть утерян еще один аутентичный уголок нашего города. Специалисты бьют тревогу. Работы по устроению греческого парка, а сейчас начался, так сказать, второй этап благоустройства этой территории, могут привести к тому, что Одесса потеряет еще один аутентичный уголок. В данном случае речь идет о так называемом нижнем саде усадьбы Воронцова. Так, чтобы попроще было понять, это как раз та зеленая зона, которая расположена внизу под колоннадой. Когда началась реставрация последней, учеными-специалистами были проведены очень серьезные исследования, им буквально удалось раскопать множество уникальных объектов. После кропотливой работы в январе архитектор Анатолий Зотов, выступая на Координационном совете, предложил воссоздать весь ансамбль Воронцовского дворца в его историческом виде, так как это было в 1822-1823 годах. Была подготовлена соответствующая проектно-сметная документация, которая была направлена в Министерство культуры. Но есть одно но. Министерство культуры все еще молчит, а компания-застройщик уже приступила к подготовительным работам по срезу склона и укреплению его подпорной стеной, что сделает восстановление Нижнего сада абсолютно невозможным. Почему возник этот сейчас вопрос? Потому что на территории Нижнего сада, Воронцовской усадьбы, проектная документация, которая разработана, подготовлена сейчас в Министерстве культуры на согласование, и разработана и подготовлена она за наши с вами бюджетные средства, это людские гроши, как я говорю, она передана в Минкульт, но пока Минкульт будет ее согласовывать, это уже 4 месяца согласования этой документации, на сегодняшний день идет следующее, об благоустройство так званого греческого парка с подпорными стенами, который уничтожит вообще Нижний сад и возможность в дальнейшем нам с вами реставрировать и подарить городу вот этот Воронцовский комплекс с Нижним садом и сделать это заповедным комплексом. Почему власть не заинтересована? Скажу сразу, была у Рибы Коня, была в управлении капитального строительства, объясняла, что у нас есть такая возможность получить еще один такой комплекс, единственный комплекс на юге Украины, который бы в общем был визитной карточкой Одессы. Нет денег, нужен миллиард гривен для того, чтобы вот воссоздать это все. Неужели мы в госбюджете не нашли бы эти деньги, для того, чтобы действительно Одесса стала жемчужиной у моря? Понятное дело, чиновники торопятся к дню города и им совершенно наплевать на то, что Одесса может потерять уникальное сокровище, которое нам сейчас пытаются подменить дешевым новоделам. Таких парков пруд пруди, а вот того, что можно было сделать для Одессы, воссоздав Воронцовский ансамбль, не найти во всем мире. Но, как выяснилось, история это слишком дорогое удовольствие для городских властей, привыкших брать миллиардные кредиты непонятно на что. Ну нет этого понимания, поэтому я каждый раз задаю себе вопрос, не надо сетовать на состройщиков. Состройщик выполняет тот проект, который был ими же согласован, я имею в виду местными органами власти. На сегодняшний день я пытаюсь выяснить, согласовал ли Минкульт вот это благоустройство греческого парка, учитывая, что у нас разработан генплан по Воронцовской усадьбе, что есть научная документация подготовлена, что мы хотим это сделать заповедным таким объектом, не понимаю. Поэтому здесь Красная Зорь, Летний театр, Воронцовская усадьба – это одна проблема и одна беда наша, что власть не заинтересована в том, чтобы это было достоянием города. Власть заинтересована только этот ресурс отдать для обогащения определенным группам. И еще о благоустройстве греческого парка. Вот что по этому поводу сообщает «Зеленый лист» на своей странице в Фейсбуке. Цитируем. Строительная компания, ведущая работы по благоустройству и инженерной защите греческого парка, очень сильно повредила деревья в аллее каштанов, находящиеся фактически под Воронцовским бельведером. Значительные повреждения ствола получили около 30 каштанов, и, скорее всего, многие из них могут погибнуть уже в следующем году. Конечно, 40-летние деревья можно было сохранить. Для этого предварительно их обернуть листами оцинковки, например, или фанерой. Конец цитаты. Побывав на месте бывшего Нижнего сада, будущего греческого парка, мы действительно обнаружили множество поврежденных деревьев. Кора ободрана, ветви вырваны, корневища подрублены. Эти деревья, скорее всего, не выживут. Но мы-то знаем, в парке Патрухановский деревья совсем не нужны. Состояние детских площадок – один из показателей отношения городской власти к будущему города. Жалобы одесситов поступают постоянно из всех районов. Местные администрации ЖКС не выполняют свои обязанности. Детская площадка в Прохоровском сквере по соседству с мемориалом памяти жертв Холокоста. Сам мемориал коммунальщики еще поддерживают в нормальном состоянии. Видимо, из дипломатических соображений. А тут мастер ЖКС не был, наверное, со временем строительства площадки. Родителям и бабушкам приходится водить сюда детей, поскольку больше некуда. Бюджет города постоянно растет, а на эту статью расходов средств у нашей мэрии стабильно не хватает. А что хорошего здесь? Ничего хорошего нет. А что нужно сделать? Привести в порядок ее. Ну, может, дорожки залить. А так? Хорошие горки, хорошие. Что еще можно? Песочницу можно для деток поставить. Нормальную площадку надо, чтобы малыши могли играть здесь, потому что горка вообще непридатна для малыша и очень опасная. Убрать советское, потому что оно все бьющее, колет, режет, ломает. И поставить современные пластиковые, чтобы дети не бились. Конечно, нужно было бы облагородить, более как-то сделать приличнее, приятнее для детей. Покрасить, убраться немножечко. Ну, мы сюда приходим, в принципе, ребенок играет, но не очень ему нравится. Пыли на площадке и так много, но дворнику кажется, что мало, и надо создать для детей и взрослых дополнительные трудности. И метет он совсем неразумным своим рвением прямо на них. Хотя убирать положено рано утром. Так делают нормальные дворники при нормальном руководстве ЖКС. Надо еще людей взять, и не в это время, когда уже собираются люди. Кто это делает так? Недовольство народа, как всегда в подобных случаях, совершенно обосновано. И также, как всегда, мало надежды на положительные изменения. Районные и городские чиновники дважды не собрались отремонтировать площадку перед выборами. Как видно, одесситам надо меньше доверять делам тех, кто доверия недостоин. Их слова о благоустройстве города явно расходятся с делом. Александр Виноградов, Альберт Наумов, телекомпания «Круг». В жилом доме на улице Академика Королева отключили газ. Прошла почти неделя, но проблема не устранена. Как надолго оставили людей без газа, неизвестно. Тем временем жильцы объединились в инициативную группу для того, чтобы отстаивать свои права и быть услышанными. 24 июля 2019 года жильцам по адресу улицы Королева, дом номер 102, отключили газ. Почти неделя прошла, но проблему так никто не устранил. Следует отметить тот факт, что людей даже не предупреждали об отключении. У нас трехпарадный дом, 9 этажей, 108 квартир. 24 июля Одесса газ без предупреждения о проведении каких-либо работ и аварийной ситуации отключил нам газ. В 17 часов я получил от их представителя предписание. Вот предписание, в котором пишется, кто нам слесарь Блажко, в моей присутности не было, он перекрыл газ. Отключили газ и нам принесли предписание. Только после этого у нас появилось вот это вот объявление о том, что у нас газ отключен с 24 до и поставили знаки вопросов. Как минимум люди лишены возможности приготовить себе пищу. Кроме печенья и компота уже неделю, ну сколько, со среды нету. Кашу я не могу сварить, компот элементарно. Супы сварить, дети сухомятку едят. Мы не можем ни кушать, ни приготовить, ни чая, ни попить, ничего. Пенсионеры, дети маленькие, все голодные сидят. Почти 300 людей, это если не считать маленьких детей, которые хотят есть, пить. Горячая вода должна быть всегда. К данному дому присоединено кафе. Присоединены, я так считаю, незаконны к нашей газовой магистрали. Вот там есть подключение у них. Они тоже пользуются газом, который идет в наш дом. Жильцы не понимают, на каком основании произошло отключение газа. И незамедлительно обратились к руководству Одесса Газ и Южный РЭС. Были они, вроде бы, как проверяли измерения, проводили. У них электрохимзащита, как они ссылаются на нее. Я не присутствовал. Какие были показания? Протокола измерений нет. Да, они пишут здесь, что обнаружили электрический потенциал на газопроводе. Протокола у меня нет измерений. Я им не верю. Обратились к замглавного инженера Южного РЭС. Он выделил специалистов. Они приехали, замерили в 25 июля. Да, замерили. У них получилось, насколько это потенциал, не потенциал. 0,6-0,9 напряжение из дома на трубе. Значит, нам сказали так. Зам. начальника Игоря Валерьевича, фамилию я не помню. Даже если вы уберете электропотенциал, который написан в этом предписании, мы вам не откроем задвижки и не дадим подачу, не возобновим подачу газа в дом, пока вы не подпишите с нами договор. Договор о разграничении инотехническое обслуживание газовых сетей. Я тоже звонила в Одессгаз. Кроме слесарей к трубке никто не подходит. Жители дома номер 102 улицы Королева пришли поддержать жильцы из соседних домов, а также председатели этих домов. А что касается безопасности жильцов, об этом кто-то подумал? Я обращаюсь к работникам МЧС, Министерства чрезвычайных ситуаций, пожарникам. Отключение дома от газа дает дикий всплеск нагрузки на электросети. Наши электросети уже работают на пределе. Почему? Потому что они морально и физически устарели. То есть, хочу предупредить, что если после отключения газа в каких-то домах будут пожары в щитках, то будет на совести газовщиков. Второй вопрос по договору, который нам требует на обслуживание внутридомовых сетей. К договору нету сметы или кашториса. То есть, отсутствие сметы – это вообще договор, так сказать, ни о чем. Жильцы объединяются и уже вместе будут отстаивать свои права, несмотря на безразличие руководства отдельных инстанций. Воевать никто не собирается, потому что это будет очень страшно, если поднимутся все жильцы, потому что многие жильцы близлежащих домов сейчас выступают за нас. Жильцы будут добиваться от городских властей, чтобы кафе и дом, так сказать, сидели на разных газовых трубах и считают, что балансовый договор о разграничении ответственности обязателен. Футбольный вечер в минувшее воскресенье закончился хулиганством. Полиция задержала 12 болельщиков. Вместе с тем, полицейское начальство сообщает о полном соблюдении общественного порядка. На матче Киевского «Динамо» и Донецкого «Шахтера» собрались 34 тысячи болельщиков. Из них 7 тысяч – приезжие из других регионов. Сотрудники полиции и бойцы Национальной гвардии общей численностью 1300 человек несли службу в усиленном режиме на стадионе «Черноморец» и прилегающей территории. Сразу по окончании матча руководство полиции поторопилось сообщить. Все тихо и спокойно. Футбольный матч между командами «Динамо» и «Шахтера» завершился. Особовый склад полиции и Национальной гвардии обеспечивает публичный порядок. Под час проведения захода суттевых порушений публичного порядка не допущено. Но без нарушений не обошлось. 12 человек были задержаны. Хулиганы пытались провоцировать драку, приставали к прохожим, нецензурно ругали полицию и оказались в сопротивлении при задержании. О дальнейших действиях правоохранителей относительно задержанных отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области пока не сообщает. В минувшую субботу состоялся традиционный уже третий по счету фестиваль песчаных скульптур Одесса Сэндфест. Местом проведения праздника стала набережная дельфинария «Немо» на пляже Лонжерон. Специально для фестиваля на набережную привезли 35 тонн карьерного песка, в котором большая концентрация глинистых веществ. Он хорошо скрепляет фигуры. Накануне песок сформировали, уплотнили и пролили водой. Подготовленный материал простоял всю ночь, и на следующий день скульпторы смогли из него лепить. Соревнования проходили среди профессионалов и любителей. В первом случае за победу с упорством и вдохновением сражались команды студентов педагогического университета, художественного училища и известные одесские скульпторы. У каждого была своя идея, которую они воплощали в жизнь при помощи лопаты, шпателя и, конечно, вдохновения. Скульпторы вояли русалок, тюлени, героев диснеевского мультика «Риэли» – некие фантастические создания. Всего вниманию зрителей было представлено 9 масштабных фигур. Фестиваль длился целый день, в конце которого победителям вручили награды от спонсоров. Все отдыхающие и гости фестиваля до вечера могли наслаждаться компанией сказочных обитателей мини-песочного городка, а также фотографироваться с ними на память. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. Я вам желаю только хороших новостей. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин